Полная практика прощения с Green My Life Ярослав Мудр-Воронцов. Татьяна. Осознание за день 27 декабря. Подсказки, что делать, если чувствуете напряжение и скованность перед видеокамерой? Первое. Нужно научиться расслабляться во время процесса фотосъемки или видеосъемки. Что для этого можно сделать? Первое. Это отследить, напряжено ли ваше тело и свое состояние. То есть осознать, какое оно. Далее. Это осознанно расслабить все зажимы, которые вы можете, которые есть в теле. Расслабить обязательно лицо, челюсть. Для этого можно сделать упражнения для речевого аппарата. Можно попрыгать, подвигать телом, раздвигаться в общем. Расшевелить себя дальше. Сделав это уже, вспомнить о чем-то хорошем, приятном, радостном, веселом, вдохновляющем вас. Прочувствовать это. Наполниться этим чувством. И когда вас снимают, то проживать это состояние. При этом вы должны быть расслаблены. То есть тело нужно держать в расслабленном состоянии. И как только происходит какой-то зажимчик, то сразу расслабить. Следующее мое сознание, что нужно меняться здесь и сейчас. То есть у меня был процесс фотосъемки, и я прочувствовала напряжение, скованность вот эту. И как у меня возникло желание уйти, сказать, что у меня нет настроения, мне не хочется там сниматься. Но я так поняла, смысл-то в чем? На самом-то деле мне хочется. Хорошо получается на фотографиях. Мне нравится процесс. Но есть сложности. Я не могу в чем-то там расслабиться, вести так себя, как и девчонки. Ну окей. Я постаралась настроиться на их волну, то есть то, как они себя чувствуют, на их состояние. И решила, что нет смысла откладывать. Мне нужно это делать здесь и сейчас, насколько хотя бы могу. Вот какой-то кирпичик мне надо положить прямо сейчас. Что я сделала? Я расслабила тело и вспомнила приятные моменты. И процесс наладился, состояние сразу поменялось, мне стало интересно, настроение поднялось и все было хорошо. Мы сделали хорошую фотосъемку. И что еще здесь момент такой важный? Это то, что в любом процессе нужно видеть позитивные результаты, позитивные моменты, которые заряжают и вдохновляют, которые радуют. И на самом деле это поможет как раз насладиться самим процессом. Независимо от чего, ну что происходит, нужно находить везде свой позитив и заряжаться им. Далее, это следующее мое сознание, что использовать нужно все ресурсы, которые есть. То есть их нужно ценить, не обесценивать ни в коем случае. Откуда у меня этот вывод? Это мои наблюдения за моей знакомой. И что я наблюдаю, что она использует абсолютно все свои ресурсы. То есть она прошла, например, какие-то курсы и она тут же их практикует. У нее есть какая-то возможность где-то заработать. Она тут же это старается распланировать и реализовать. То есть она оценит свои ресурсы, она их использует здесь и сейчас. И она не откладывает на потом или не складывает их в копилочку, а пользуется тем, что у нее есть. Ведь оно же дано, значит им можно пользоваться, им нужно пользоваться. И я считаю, это важно использовать, не обесценивать, не держать их просто в себя в закромах. От этого толку-то никакого не будет. Вот. По осознаниям на сегодня у меня все. Благодарю. Это была Татьяна. Осознание за день. Подсказки о том, что если, как справиться с напряжением во время фото- или видеосъемки. Благодарю. Это была полная практика прощения с GreenMyLife и Ярослав Мудро-Воронцов.